Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, мы же ругаемся из-за отсутствия секса в нашей жизни. Причины я не могу с ним спать, когда он пьян, мне неприятно. Пьер почти каждый день может оскорбить вниз, и он считает, что это мой принцип. Говорит, тоже пойдет на принцип и будет продолжать спеть. Какой тогда смысл жить, уже разговоры идут о разводе, так как жить невозможно. Понимаю, что житья спокойного не будет, но боюсь все закончить, помогите. Ну что же, здесь хочется сказать, наверное, несколько вещей. Во-первых, хочется сказать, хочется спросить точнее, в чем именно вам помочь? То есть, какой вы видите помощь вам? Как вы видите эту помощь? В чем она должна по-вашему заключаться, эта помощь? Как она, эта помощь, в смысле? По-вашему мнению, выглядит и так далее. Это первое. Второе. Конечно же, я не могу не обратить внимание на то, что вы боитесь все закончить. Я не могу на это не обратить внимание, потому что это достаточно сильно бросается в глаза. Это страх все закончить. Собственно говоря. А что случится, по-вашему мнению, если вы все закончите? Что произойдет, если вы все закончите? То есть, вы боитесь наступления каких-то, ну, каких-то последствий? Так ли они страшны, эти последствия? Ну, для вас. И если они для вас страшны, то чем? Чем они для вас страшны? Что вас пугает в этих последствиях? Страх. Это страх одиночества. Страх, страх остаться одной, например. Это может быть еще что-то. Вот. То есть, здесь вопрос заключается в том, чего именно вы боитесь? Чего конкретно вы боитесь? Как именно выглядит этот страх? И с чем он связан? Ну, ну, этот страх с чем связан? Потому что здесь вы демонстрируете, конечно, конечно же, элемент созависимости. Когда, ну, по сути, да, вы боитесь, вот, вы не можете закончить отношения с человеком, потому что у вас именно страх присутствует. Происходит страх, как правило, из-за недоверия себе. Ну, как правило. То есть, как правило, человек себе не доверяет, да, как правило, человек вот в себе сомневается, ну, сомневается в чем-то, в чем-то в себе сомневается человек. Вот, его это, в общем-то, останавливает от принятия решения, в том числе, касающиеся себя самого. То есть, в данном случае мы имеем дело с тем, что вы не можете принять решение, которое для вас было бы хорошим. Вы не можете принять решение, которое для вас было бы, ну, гуманным. И именно поэтому я спросил у вас, именно по этой причине я спросил у вас о том, какую вы видите помощь. Потому что одно дело, если вы хотите разобраться в том, чего вы боитесь. Это одно дело. Одно дело, если вы хотите понять, чем же меня так пугает перспектива закончить отношения. И совсем другое дело, совсем другой вопрос, это когда вы, например, надеетесь, что мужчина изменится. Это когда, например, вы надеетесь, что он поменяется. Я бы сказал, что здесь у каждого из вас нет желания идти на компромисс. У вас по своим причинам, у него по своим. То есть я бы сказал так. Если бы не один важный момент, а именно факт алкоголизма вашего мужа. Может быть и не алкоголизма как такового. То есть может быть не алкологизация. В прямом смысле этого слова. Но проблемы с алкоголем явно присутствуют. И, конечно, это желательно понимать, что такие проблемы есть. И, конечно, важно понимать, что это в любом случае какое-то влияние на человека оказывает. Судя по тому, что мы можем видеть, влияние достаточно серьезное. Судя по тому, что мы можем видеть, влияние достаточно мощное оказывается на человека. Вот. И, соответственно, есть предозрение, что мужчина не совсем отдает себе отчет в том, что он делает. То есть он, грубо говоря, не совсем естественен в принятии своих решений. Понимаете ли вы, что алкоголизм – это болезнь? Понимаете ли вы, что человек, возможно, не может себя контролировать и не может не пить? Вот. Вопрос хороший. Точнее, этот вопрос остается вопросом. К сожалению. На этот вопрос нет ответа. Потому что, ну, вы, по сути дела, просто говорите о том, что, ну, что есть вот такая проблема, да, у… и всё. Ну, по сути. Поэтому я бы сказал, что здесь пока больше понятно. Ой, тут больше не понятно, чем понятно, к сожалению. Вот. Поэтому, на мой взгляд, на мой, на мой взгляд скромный, для начала здесь нужно исследовать момент, связанный с тем, что между вами и вашим мужем общего, что вас связывает. Вот. Всегда ли у вас было взаимопонимание с вашим супругом? Вот. Всегда ли вы понимали друг друга? И когда это понимание, собственно говоря, ушло, когда оно перестало существовать, ну, вот. Потому что, ну, понятно, я надеюсь, что сейчас вы демонстрируете, по сути, просто, ну, просто бабание, вы просто бабаетесь, по большому счёту, и всё. Вот. Ничего хорошего из этого, само собой, не будет. Это, я надеюсь, очевидно. Ну, для вас. Как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. Определитесь для себя, пожалуйста, с тем, чего вы хотите, определитесь для себя, пожалуйста, с тем, какой помощи вы хотите. Ну, конкретно. Какой и в чём вы хотели бы помощь получить. Вот. То есть, если вы хотите помощь, ну, вы просто помогите, то, наверное, вы хотите помощь в чём-то. Вот в чём вы хотите помощь. Необходимо понимать ограничения, необходимо понимать, как работает психолог, да, и необходимо понимать, какие вопросы, какие задачи, собственно, решает психолог. Вот. А какие вопросы и задачи психолог не решает. Вот. Именно в силу ограничений, так скажем, ну, например, в профессиональной этике ограничения какие-то есть. Например, в возможности какие-то ограничения есть в том смысле, что мы не можем изменить другого человека. То есть, например, если вашему мужу комфортно жить вот так, как он живёт в любом случае, да, вот, то это его выбор и, соответственно, сделать мы особо здесь ничего не можем. Да, вы можете сделать так, чтобы ему было некомфортно, но, опять же, если мужчина готов быть без секса, вот, с вами тут, ну, в случае, когда в это вмешивается алкоголь, если он идет на принцип, это говорит о том, что взаимопонимание между вами, к сожалению, как-то вот, знаете, знаете, немного, 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 немного между вами взаимопонимание. Вот. Вот. И, соответственно, наша задача заключается в том, чтобы помочь вам с этим. То есть, наша задача заключается в том, чтобы помочь вам определиться, в какую сторону сейчас вы хотите двигать отношения. Вот. Вот. Да. Ну, и хотите ли вы вообще, вообще их двигать куда-то. Вот. Или вы хотите разобраться в, допустим, ну, в себе, в своих реакциях, то есть, стать как-то более, не знаю, более независимой в этом смысле, то есть. Ну, не бояться, может быть, как вы говорите, вот, все закончится и так далее. Вот. Если вы используете в своих, ну, высказываниях, да, в своих конфликтах, если вы используете тематику, тематику развода, вот. Вот. Но, например, не разводитесь, то просто вас будет сложно вашему мужу воспринимать всерьез в таком случае. То есть, он просто перестанет реагировать на ваши, например, угрозы развода и так далее. Поэтому использовать это нужно только в том случае, если вы действительно готовы на развод. Вот. И условием для того, чтобы развода, например, не было, это, допустим, лечение, лечение вашего мужа, да, вот, там, ну, допустим, лечение, там, от алкоголизма, к примеру. Ну, к примеру, просто как вариант. Ну, вот. В противном случае это просто не имеет никакого смысла. Вот. В противном случае это просто не имеет как, не имеет никакого, ну, не имеет никакого значения. противные случаи. Противные случаи это просто слова, это просто угрозы пустые и все. Также хочется сказать еще один такой важный момент, хочется озвучить, касающийся того, что вообще-то у ссор есть система, ссоры не возникают как-то вот на ровном месте, ссоры возникают в основном и как правило при определенных обстоятельствах, когда люди находятся в определенном состоянии, обладают определенными параметрами своей психики и преследуют определенные цели. Ну например, в вашей ситуации, именно в вашей ситуации, ссоры могут быть следствием того, что вы по отношению к мужу ведете себя как родители. То есть вообще нужно определиться, если у вашего мужа к вам, допустим, влечения, сексуально имеется в виду. Вот. Которая может быть существенно снижена, если вы ведете себя по отношению к мужу как родители. Вот. Это влечение может быть существенно снижено в этом случае. Поэтому здесь тоже нужно как-то вот корректировать свою модель поведения для того, чтобы не вести себя как родители и не, ну, принижать, грубо говоря, свою собственную привлекательность для вашего мужа. Вот. В том числе как, ну, как женщин. Понимаете, да? Важное и другое. Как вы себя чувствуете, как вы себя ощущаете, допустим, вне контекста мужа. То есть чувствуете ли вы себя, например, женщиной? Вне контекста. Взаимодействие с мужем. Чувствуете ли вы себя женщиной? Чувствуете ли вы себя привлекательной, красивой женщиной и так далее? Или нет? Это тоже довольно важная история, потому что, ну, как бы, совершенно, совершенно, на мой взгляд, очевидно, да, что если вы себя таковой не чувствуете, если вы себя таковой не ощущаете, то к мужу у вас, опять же, будет, ну, отношение такое, вот, знаете, как, такое более предвзятое. Что тоже, конечно, не является чем-то хорошим для вам. Понимаете, да? Я надеюсь. Вот, вот, как-то так. На этом все. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Я вам хочу пожелать всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. 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 Продолжение следует...